Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Monster Hunter World, и добавили Арктемпер Ниргиганта, это последний Арктемпер Дракон, который добавлен в игру, и теперь до Айсборна вроде как никакого контента не планируется. Ну и я быстренько стукнул его за 7-8 троев или типа того, и это мой первый ран, так что он не совсем идеальный, не совсем удачный, в том плане, что он с рипами и все такое. Но тем не менее, я хочу его показать, потому что это Арктемпер Ниргиганта, это мой первый ран на него, и все равно там есть о чем поговорить. Я убивал его копьем, и в принципе, конкретно в этом ранее я понял пару вещей, которые, может быть, сделают его легче, но пока что я их особенно не тестил. Ну да ладно, я начинаю из экспедиции, и в теории, если я начинаю из экспедиции, из лагеря, и стартую в том же лагере, то меня не должны не довозить. Но, видимо, эта информация не совсем точная, или, видимо, что-то здесь произошло, потому что меня не довезли, и это как-то не очень хорошо. Ну да ладно, это на самом деле мелочи. В общем, да, Арктемпер Ниргиганта, он довольно сложный, наверное, самый сложный Арктемпер Монстр пока что. В основном из-за одной новой атаки. Если бы этой одной атаки не было, то он, в принципе, был бы примерно таким же по сложности, как обычный Ниргиганта. Потому что, ну, он дамажит чуть больнее, Ниргиганта и так дамажил довольно больно. И также он чуть живучее, ну или не чуть, он сильно живучее. Но это основное, что у него изменилось, кроме этой одной атаки. И также у него изменился тот факт, где он спавнится, потому что спавнится он каждый раз в этом лагере. Точнее, в этой арене, рядом с этим лагерем. Ну и в данном случае, поскольку меня не довезли, он успел сюда вот подойти и будет на меня агриться сразу же. Но так он тут ходит вперед-назад. И если спавнится в лагере, то можно зайти на арену как раз так, чтобы уронить на него камень сразу же. Ну, мне это не сильно мешает, потому что я все равно могу уронить на него камень. И начать тыкать его копьем. А копье против обычного ниргиганта, это одно из моих любимых оружий. А против арктемпорт, тоже нормально, в принципе. Но я бы его немножко перебилдил. Потому что сейчас я использую, по сути, абсолютно стандартный билд копья. Гард 3. И все. Остальное в ДПС. Но тут есть одна проблема с этим. Проблема заключается в том, что уворачиваться от его атак намного адекватнее, чем их блочить. Потому что у него есть некоторые комбы, которые блочатся сложно. Но в данном случае мне помогает покров у ворота. И с ним мне было комфортнее всего убивать этого ниргиганта. То есть во время этого квеста, когда на мне покров у ворота, все классно. Я его хорошо дамажу, я от него хорошо уворачиваюсь, я его роняю постоянно и все такое. Когда на мне нет покрова у ворота, все сильно хуже. Потому что, собственно, покров у ворота позволяет уворачиваться и одновременно репозиционироваться так, чтобы бить его по шипам. Потому что ниргиганта нужно бить по его колючкам. Колючки у него спаунятся, когда я его немножко бью по какой-нибудь конечности. Она становится такой белой со шрамами. После этого там вырастают колючки, после этого колючки чернеют. Проблема в том, что он крутится. Он как-то на месте не стоит, один из самых агрессивных и самых мобильных монстров. Так что получается, что я его начинаю бить по колючкам на правой руке, а он берет и разворачивается ко мне левой рукой. И с копьем до другой руки дойти не очень хорошо получается. Особенно если я его атаку, во время которой он разворачивается, блокирую. И это меня тоже задерживает, потому что я стою на месте долго после блока. И все такое. Ну, в данном случае, опять же, по крови у ворота. Все довольно хорошо, потому что я могу айфреймами уворачиваться от его атак и при этом немножко репозиционироваться. Так, чтобы бить его по его колючкам. Но покров кончился и дальше все станет хуже. Спойлер. Уворачиваться от криков без покрова я нифига не умею. Ну и блоки, они помогают. Он достаточно хорошо блокируется, кроме пары атак, которые блокируются не особо хорошо, но терпимо. Конкретно вот это. Это выглядит немножко опасно, потому что осталось у меня очень мало хп, но я знаю, потому что я на него несколько раз побегал уже. Я знаю, что этой атакой плюс еще какой-нибудь атакой он меня не убьет. В том плане, что он ее очень любит делать. И да, дайвбомба. Он ее очень любит делать после того, как он меня продамажил чем-то другим. И я знаю, что дамаг от любой другой его атаки плюс дамаг от этой заблоченной атаки меня не убивает, а оставляет там копейку. Но да. Серьезное отличие арктемпера нергиганта от обычного в том, что его вот эта вот дайвбомба, самая опасная его атака, когда он встает на задние лапы, орет и потом чарджится, он ее использует намного активнее и намного чаще. Обычному нергиганту для того, чтобы ее применить, нужно, чтобы у него, по-моему, 5 было или 4 точки с черными колючками. Этому, насколько я знаю, нужно всего 2. Так что он ее может очень быстро спамить. Но, в принципе, это довольно легкая атака, от нее легко увернуться, ее легко заблочить. И это не самая опасная его атака. Есть намного более опасные вещи. Ну и вторая арена. Покров в ворота у меня уже давно кончился, временной я пока что не использую. Я его стараюсь либо оставлять на финальные арены, на третью, четвертую, либо использовать, когда у меня мало хп, и вместо того, чтобы хилить, я надеваю покров. Потому что если у меня много хп, то зачем мне этот покров? Удар я переживу. Или 2, или больше. И ладно. Вот это вот, кстати, хорошая тактика, по сути, убежать от него далеко, и потом вернуться в ту сторону, в сторону той лапы, которую я хочу дамажить. То есть я убежал далеко, он ко мне подлетел, но я убежал просто вправо от этого его подлета, и его левая лапа рядом, рядом со мной оказалась. Я могу ее дамажить. Вот это вот его новая атака, он ее, по-моему, уже один раз делал. Но, да, она очень опасная, она очень быстрая, и он ее использует как комбо после чего угодно, по сути. То есть он может просто чем-то ударить, и после этого сразу же ударить этой новой атакой. По сути, он взлетает, приземляется у меня за спиной, и быстро бьет лапой. Она не очень дамаговая, это ее плюс. Где-то, не знаю, 50 хп сносит, наверное, или 70, или типа того. То есть, в принципе, две даже затанковать вполне можно и после этого выжить. Так что, да, увернуться от нее сложно, но она не очень дамаговая. Ну и здесь Кушала. Война за территорию. Сюда прилетают разные драконы. Я видел Кушалу, я видел Теостру. Может быть, кто-то еще сюда может прилететь. Может быть, Лунастра. Ваухазак, наверное, не может. Но я видел только Кушалу и Теостру. Они дерутся. Они довольно приоритетно дерутся. То есть, если на арене одновременно кто-то из этих драконов плюс Ниргиганта, то имеет смысл отойти немножко и дать им подраться. И после этого дракон улетает второй. И они оба получают по 2500 урона или типа того. 10% от хп Ниргиганта, по сути. У него 2600, а, не Т600, а 26000. Всегда. Ну и, по сути, без покрова у ворота я не могу настолько эффективно ему ломать. Да, снова эта новая атака. Я не могу настолько эффективно ему ломать разные его куски. Потому что я начинаю бить одну руку и он подставляет мне другую руку после этого. И это нехорошо. Но сейчас, к счастью, он устал. Я смог отбежать, поселиться. И это довольно неплохо. Этот взлет неприятен. Но, опять же, если от него хорошо увернуться, то он позволяет дамажить его по той его части, которая вам нужна. Ну и он убежал на третью арену. Третья арена ужасная, потому что там лава и там пол ломается. А поэтому я не иду на третью арену. Потому что можно сделать вот так примерно. Ну не, сначала поточиться. В общем, его можно из этой третьей арены выманить. Просто нужно использовать пару зерен вспышки. Один раз сюда, в стену. Он-то услышит, прибежит, посмотреть, что происходит. И еще один сюда, в стену. Ну и он, опять же, услышит, прибежит, посмотреть, что происходит. И согрится на меня и останется здесь. А каждый раз, когда я его приводил с третьей арены на вторую и обратно сюда, он делал дайв-бомбу сразу же. Но, естественно, если он убежал на третью арену там сразу после дайв-бомбы, без колючек, то у него их не будет. Ну да ладно. А минус рог? Я сражаюсь около ступеньки, это очень неудобно. Но пока что у меня с этим особых проблем не возникает. А проблема копья на нерогиганте в том, что обычно нихрена не видно, потому что я обычно где-то под ним. Потому что даже если я перед ним, вот снова его, эта новая атака, а даже если я перед ним, он очень любит делать какую-нибудь атаку с парой шагов вперед и оказываться надо мной. И вот то, о чем я говорил. Я бью его по его левой лапе, вот он сделал эту атаку и около меня его правая лапа. Вот он сделал эту атаку. Опять же, я ее блокирую. У меня остается мало хп, но я знаю, что мне хватит. Теперь я пытаюсь каким-то образом отхилиться и выжить. И вот он взлетает и догоняет меня. Я совершенно не думал. То есть я не пытался уворачиваться, я мог бы спокойно нажать у ворот и сделать более дефенсивный, перекат, который с падением на землю и пережить, но я просто не думал, что она до меня достанет, потому что он был достаточно далеко и до этого в этом же видео я несколько раз он не попадал с такого же расстояния, по сути. Так что я не совсем уверен, что там произошло. Но одна смерть. Но зато я теперь в лагере и могу теперь пополнить запасы, потому что у меня там с зельями уже кончалось все. Но, к сожалению, приходится заново использовать всякие мегадемонические снадобья и все такое. Учитывая, насколько он живучий, без мегадемонических снадобий, наверное, я бы сюда не хотел идти. Потому что 26 тысяч хп это больше, чем у всех остальных арктемпур драконов, кроме, по-моему, Дзора. У Дзора вроде бы больше было, но Дзора убивается пушками в основном и драконатором и еще всякими такими вещами. Но, с другой стороны, хп у него больше, чем у остальных, но и Хидзона у него получит, то есть получает урона он очень много в своей колючке. Окей, дайвбомба. От нее можно вот так вот увернуться этим прыжком. Ее можно заблочить совершенно спокойно, просто поднять блок. Ничего, кроме этого, не делать. Она снесет мне там, не знаю, 10% хп. И пофиг. Тут вот я не проживаю ворот вовремя, и я всегда не проживаю у ворот вовремя от этой его атаки крылом. Ну, в покрове у ворота. Если я без покрова у ворота, то я вообще не проживаю у ворота, блокирую ее, и это безопаснее. Ну да, у меня проблемы с таймингом этой конкретно атаки. Ну и теперь у меня есть покров у ворота, и в нем я уворачиваюсь. Когда я уворачиваюсь, я получаю буст урона, и это очень хорошо. И уворачиваюсь я от него достаточно хорошо. На самом деле, от него легко уворачиваться, по большей части. У него есть пара атак, с которыми проблемы. Но большая часть его атак имеет достаточно хорошее окно для у ворота, если у вас есть этот покров. Или если у вас есть скилл на окно уклонения, потому что это то, о чем я вначале говорил, что я кое-что на нем выяснил. Я после этого взял амулет просто на окно уклонения вместо амулета на блок и попробовал его потыкать с этим амулетом. Не особо успешно с рипами, но уворачиваться от него очень комфортно. Там проблема скорее в том, что у копья этот у ворот короткий и от некоторых его атак нужно все-таки больше дистанции, чтобы не только айфрейм увернуться, но и тем, что он физически не попадет продолжением атаки. Но тем не менее, я как-то раньше не думал, что скилл на окно уклонения настолько хорош, и я видел, много писали про то, что он не особо полезен, но вот здесь я его потестил и просто я могу уворачиваться от большей части его атак просто перекатами. Даже вот от этой, но с ней проблема в том, что она тряску создает, и из-за этой тряски я следующее попадание ловлю. И вот это вот было классно, он сделал свою новую атаку, но я его выбил из нее. Это немножко рискованно, я не уверен, что это будет работать хоть когда-то еще, кроме редких ситуаций, когда у него... Это не то, что у него есть какой-то особый параметр, что если во время этой атаки его задамажить, то он падает. Насколько я понимаю, это именно, что я его продамажил достаточно, чтобы он зафлинчился, и поскольку он был в воздухе, он упал. Ну да ладно. Он уже хромает, и я не даю ему хромать, взрывные кристаллы его переагривают, гарантированно. Возможно, ограниченное количество раз, я больше четырех не пробовал, но просто если он начинает сваливать хромая, то вполне хватает времени, чтобы убрать пушку, кинуть с него взрывный кристалл, и он переагривается и продолжает бой на этой же арене. И я совсем не хочу ввести его на финальную арену, потому что на финальной арене все плохо. Ну, здесь я опять же затанковал ту самую атаку, которую он часто делает после какого-нибудь другого попадания, и я все еще знаю, что у меня достаточно блока и достаточно хп, чтобы ее пережить в блоке после любой другой его атаки. Немножко большая проблема здесь в том, что у меня заточка отвалилась, и это нехорошо. Но я все равно его переагриваю, я мог бы позволить ему уйти на той арене и использовать покров здесь заточиться, может быть, это было бы более эффективно, но я решил, что не, я использую покров здесь, и буду его переагривать пока могу, чтобы потом его, может быть, бомбами добить. Вот его снова дейв-бомба, я даже не пытаюсь уворачиваться, потому что чем? У меня покров. Но я при этом посматриваю на то, сколько этого покрова осталось, когда его останется очень мало, я начну блочить и уворачиваться, но пока что я просто делаю три атаки у ворот, три атаки у ворот вместо каунтера, потому что каунтер не помогает от его, в общем, автоперекаты от покрова не работают, когда я в каунтере, и от этого вполне можно получить кучу урона. Так что во время действия покрова временного покрова не стоит использовать каунтер и все такое, а стоит просто именно что три удара у ворот с копьем использовать. Но опять же, учитывая насколько эффективный блок у копья, я не уверен на 100% что этот временной покров вообще тут нужен, но с другой стороны, что вместо него брать? Ничего другого полезного нет, кроме собственно покрова. уклонения, которое у меня и так есть и которое тут намного полезнее, потому что он урон бустит и он позволяет уворачиваться эффективнее. Ну ладно, я хилюсь, я еще раз его переагриваю. у меня уже синяя заточка скоро закончится. То же самое, что я уже несколько раз говорил, я увернулся от его атаки позиционированием, а не какими-то перекатами, а так, чтобы оказаться ближе к той его лапе, которую я хочу дамажить. Ну и все-таки продамажил, видимо, или что-то еще, может быть крыло, что он упал. И это довольно неплохо. И у него колючки затвердели на голове и на его левой лапе. И вообще все с этим нехорошо. И он сваливает, мне его уже нечем переагривать, я все свои кристаллы потратил. Одним я промахнулся, потому что я им выстрелил, пытался его переагрить, когда он еще на 3-й рену сбегал. Но зато можно заточиться. заточиться и пойти за ним. А можно было бы, если бы мне не нужно было затачиваться, можно было бы использовать чардж копья и катиться за ним и дамажить его в хвост. Это тоже его довольно эффективно переагривает, и это, в принципе, его эффективно дамажит. Но с синей заточкой мне как-то не хотелось с ним дальше сражаться. И я его достаточно продамажил, что, скорее всего, у него довольно мало хп. Так что я дал ему уйти. Тем более, у меня покров уклонений уже почти заряжен снова. Временной там тоже наполовину заряжен, типа того. Ну, не, наверное, на треть, потому что я его недавно выключил. Ну, и у меня есть бомбы, которые надо когда-то использовать. О, покров уклонений можно использовать. Я не использую его сразу, потому что он, как и арктемперный мир-гигант, как и обычный, он тут два раза обычно делает свою дейв-бомбу. Ну, по крайней мере, один раз он ее гарантированно делает. Ну, разбудил. Комбо для того, чтобы будить копьем, это тычок копья из блока плюс удар щитом, точнее, не удар щитом, а чардж под щитом в блоке. И после этого тройной удар. Это эффективно, потому что, собственно, я блокирую бомбы. Чарджем вперед. Ну, и здесь вот, когда он один раз дейв-бомбу сделал, я надел покров. Он ее обычно второй раз сразу же делает, но иногда... Иногда нет. Я перекатился от его этой новой быстрой атаки. Я не перекатился бы от этого удара хвостом, но он им не попал в любом случае. Но если бы он им попал, я бы получил урон здесь. Здесь я не перекатился от его этой быстрой атаки, потому что я был в анимации атаки своей. В общем, эта быстрая атака очень напрягает тем, что она быстрая и тем, что если я в какой-то анимации уже... Ну да, он кончился. Если я в какой-то анимации уже, то я просто не могу от нее увернуться. Если я не в какой-то анимации, я стою, жду, смотрю, что он будет делать, то там, в принципе, впритык времени хватает, чтобы увернуться от нее. Так что довольно неприятная и довольно опасная атака. Но научиться от нее уворачиваться, наверное, можно. Проблема скорее в том, что он ее может после чего угодно сделать. Очень резко. Ну да. Арктемпорт нергиганты готов. С одним рипом от того, что я не ожидал, что до меня дотянется его атака. Музыка здесь отличается как в бою, так и после боя вот эта вот финальная. И она довольно классная. Но в остальном он очень похож на обычного нергиганта, просто более живучий с одной новой атакой. И это одна новая атака она напрягает, да. Без нее он был бы не сложнее, чем обычный нерги, наверное. Потому что по урону особая разница незаметна. По хитпоинтам особую разницу заметна, да. Но обычного нерги очень мало хп. Ну и да, за победу я получаю билет нерги гиганта, из которого крафтит его броня 17 секунд, 17 минут 56 секунд, почти 57. и после этого дают титулы и еще после этого когда-нибудь это скипну. Да, еще после этого выдают такую вот картинку и поздравляем с убийством архи закаленного нерги гиганта, это глава в жизни и следовательской экспедиции нового света. Паташок к концу, впереди ждут новые главы, готовься к продолжению охоты в Monster Hunter World Iceborne. Такой тизер Iceborne, хотя эта картинка была уже давно. Ну и давайте разбираться с тем, что из него крафтится и с моим билдом. Начнем с билда. Билд довольно простой, дракеновский сет, плюс поиск ушал и гамма, первоторот от гарон и оберег твердости 3. Защита это очень важный навык здесь, без третьего уровня защиты я бы нифига не мог блочить адекватно, а даже с первым уровнем я бы скорее всего при точно такой же игре несколько раз умер за это видео, так что защита 3 это важно. Я чуть-чуть пробовал его с оберегом уклонения убивать тем же самым копьем и уворачиваться от большей части его атак вполне комфортно и легко, так что может быть с этим тоже нужно что-то придумать, но это нужно что-то придумать, потестить и все такое, так что пока что я просто скажу, что от большей части его атак уворачиваться комфортно и легко, но не ото всех, и может быть окно уклонения это хороший план, но я его убивал с защитой 3, первоторота дагарон, оригин здоровья и усиление атаки аугменты, ну и опять же сет дракена плюс кокон кушалы гамма, который дает ремесло 2, что касается скиллов и всего такого, камни вставлены на размягчение поиска уязвимостей 3 уровня, смоцет атаки 1, смоцет без элемента 1, и это я сейчас вытащил, но на самом деле сюда вставлен смоцет живучести был все это время, это вытащил между этим видео и записью, пока тут кое-что ковырял, но в общем по скиллам получается усиление атаки и критический взгляд 4, усиление здоровья 3, усиление крит атак 3, поиск уязвимостей 3, защита 3, ремесло 2, полет, неэлементальное усиление, полет абсолютно пофиг, ремесло 2, хотя бы 1 уровень ремесла нужен, чтобы белая заточка была у этого копья, с двумя намного комфортнее, и все равно у меня под конец она отвалилась, защита 3 опять же, для того, чтобы можно было адекватно все блочить, в принципе защиты 1 должно хватать, чтобы блокировать все его атаки и не умирать от них, но не комбы, то есть в те моменты, когда я там выживал с 10% хп, после того, как я поймал одну атаку лицом и заблочил следующую, в таких ситуациях с защитой 1 я буду умирать, так что защита 3 все-таки значительно комфортнее, может быть есть смысл вообще собрать защиту 5, не уверен, ну да ладно, поиск уязвимостей, критический взгляд и усиление атаки 4 дают мне итоговый крит шанс в 50% без поиска уязвимостей и соответственно 100% по уязвимым местам, так что это вполне неплохо, 100% крит и сетовый бонус дракена это я не теряю не теряю заточку, когда я критую, так что когда я бью по уязвимым местам я не теряю заточку, это хорошо. Ну и усиление крит атак, усиление атаки и усиление... да, и усиление здоровья это для ДПС, а усиление здоровья это не для ДПС, это для того, чтобы выживать. Без него, в принципе, Вроде бы. Может быть, если поймать дейвбомбу лицом, а не блоком. Но все-таки плюс макс хп жить намного комфортнее. Логично. В общем, такой вот билд. Все зауменьшено на максимум, все прокачано на максимум. В общем, логично. Ну и теперь, что касается того, что из него крафтится. Многослойного доспеха из Арктемпер Ниргиганта нет на PC. Он есть только на плойке. Там это стритфайтерский скин, который выглядит абсолютно ужасно. Так что нет его и хрен с ним. Но зато есть не многослойный доспех, а обычный. То, что красный, это то, как он красится. У меня сейчас красный цвет выбран. Но я могу его дефолтно, наверное, поставить. Дефолтно его белый. В принципе, это обычный Альфа Ниргиганты по модели. Но немножко другой по окраске и по тому, как он красится. Потому что тут красится шипы, тут какие-то желтые полоски на нем. И все такое. В Арктемпер Варианте он черный, прикольный. И вообще круто смотрится. Но броню выбирают не потому, как она смотрится, а потому, что она делает. И давайте с этим разбираться. В целом, сет достаточно неплох. Худший кусок в нем перчатки. Лучшие куски в нем сапоги и броня. Но мету он не так уж сильно меняет. Потому что в большинстве билдов некуда засунуть эти куски Ниргиганта. Потому что там все дракеновские билды. По большей части они останутся тем же, чем они и были. Потому что им этот сет, по сути, ничего особо не дает. Там можно поменять какую-нибудь шмотку на шмотку Ниргиганта. И получить примерно то же самое. Плюс-минус пара единиц урона. Но это не критично. И, собственно, все. Больше одной шмотки дракену поменять нельзя. Потому что там сетовый бонус. А теостровские куски. Опять же, ну, может быть, ситуационно могут использовать там броню ту же самую. Но, опять же, один кусок в большинстве ситуации. Потому что броня это хорошо. Пояс это не настолько хорошо. Сапоги это тоже хорошо. Но сапоги теостровские билды не могут себе позволить сменить. Так что там свои проблемы получаются. Но давайте разбираться с конкретными кусками. Шлем. Два двойных сокета. Всплеск выносливости 1. Подстрекатель 1. Всплеск выносливости и подстрекатель это такие среднехорошие скиллы. Они оба достаточно полезны. Всплеск выносливости ускоряет регент стамины. Подстрекатель дает бонус к урону и к криту, когда монстр в энрейджа. Это все хорошо. Но это не настолько хорошо, как поиск уязвимостей. Как усиление крита так. Как просто усиление атаки. Как просто усиление крита. В общем, как дофига всего другого. Это такие Т2 скиллы. Так что их ситуационные. Если у вас все остальное уже есть, то и то и другое как бы неплохо. Так что если у вас все остальное уже есть и свободенство от шлема, то почему нет. Но в большинстве ситуаций, если у вас все остальное уже есть, то у вас и шлем уже есть. Так что... Среднеэффективно. Сокеты хорошие. А броня намного лучше. Тройной, двойной и одинарный сокет. Это классно. И максимальное могущество это тоже классно. Максимальное могущество это один из отличных скиллов. То есть если бы здесь было максимальное могущество вместо всплеска выносливости, это был бы намного более хороший шлем. Но атак здесь, да, максимальное могущество и отличные сокеты. Так что броня это, возможно, лучший кусок этого билда и наиболее используемый. Потому что, опять же, максимальное могущество нужно куче билдов. И сокеты тоже хорошие. Так что это все классно. Перчатки это худший элемент этого билда. Потому что на них есть рассекатель, который нафиг не нужен в 90% ситуации. На них есть усиление атаки, что неплохо. И двойной одинарный-одинарный сокет. Какая-нибудь с какими-нибудь перчатки... Валхазака, не, пояс Валхазака имеет такие же сокеты. В общем, есть перчатки, которые имеют примерно такие же сокеты. Собственно, ксенаджилские имеют более хорошие сокеты. Но менее хорошие скиллы. Но, опять же, ради сокетов, может быть, иногда есть мысль убрать эти перчатки. Но только ради сокетов и одного усиления атаки. В целом, они довольно так себе. И даже какие-нибудь дракеновские перчатки лучше, по сути. Потому что усиление атаки на них тоже есть. Сокеты на них два двойных. И еще критический взгляд на них второго уровня. То есть, в принципе, по скиллам они просто круче. Если вам не нужен рассекатель. А вам не нужен рассекатель. Так что перчатки довольно так себе. А пояс получше. Примерно как шлем по эффективности. Максимальное могущество это хорошо. Подстрекатель это немножко менее хорошо. Тройной и одинарный сокет это менее хорошо, чем два двойных. Так что, в принципе, они по сокетам скорее проигрывают. Если бы сокеты были лучше, был бы хороший пояс. Так, ну, ситуационный юзабельный пояс. Но не супер. Ну и сапоги это второй по крутости кусок после брони. И... Если бы это была броня с такими сокетами и навыками, то это был бы лучший кусок. Но это сапоги и в сапогах немножко больше конкуренция почему-то. Но да, два двойных сокета и усиление атаки три. Это все очень круто. Но всеостровские билды не могут сменить сапоги. Дратиновские билды. Тут и так усиление атаки два и усиление крит атак. То есть, по сути, вы теряете одно усиление атаки. Но при этом получаете сетовые бонус дракена. И возможность вставить какую-нибудь броню или перчатки, или шлем, или пояс. И какие-нибудь там рейнджовые билды, которые используют ксеногамму. Тут тоже все хорошо с сапогами. То есть, если вы используете сетовые бонусы острые, то это шлем, перчатки и сапоги. И вы не можете взять эти сапоги. Если вы используете дракен, то это, скорее всего, вот эти вот три куска. Перчатки, пояс и сапоги. Плюс еще что-то из первых двух. Так что вы тоже, скорее всего, не можете поменять сапоги. Если вы используете ксенодживу гамма, то это сапоги, пояс и перчатки. Или сапоги, перчатки и шлем. И опять же, сапоги нельзя сменить. Так что сапоги это какой-то слишком занятый метовыми кусками слот. Так что еще одни хорошие сапоги это не так хорошо, как еще одна хорошая броня или еще один хороший шлем. Так что тут проблема в том, что это сапоги. Но в целом сет, опять же, довольно интересный. Перчатки это единственный кусок, который я, наверное, вообще никогда не буду использовать, потому что дракеновские почти во всех ситуациях лучше. Но остальные куски, по большей части, используются редко, кроме брони и, опять же, может быть, сапоги в какие-то билды зайдут. Но броня зайдет в намного большее количество билдов. Зато красивый. Да. Ну и, собственно, на этом тогда все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.